проснулась ребят в 9 непонятно прям какая-то шумная сейчас я вам расскажу наташке только что звонил плачет я сама на ревелась не вот только что звонила матери звоню что-то моя мать у нее абонент не абонент наверно в деревню уехала сейчас наташке звонила ребят натахе звонила плачет гать позавтракала дали кашу манна говорит ягод я говорю наташ почему ты не звонишь мне у меня денег мало или наташ мы в калуге живем ничего не снимают потом это сашка ведь приходил салат оливье и принес худунки и агры ну и что что толку худунки игорь когда домой то не знаю когда буду ходить когда если ты вставать не можешь это можно домой идти нанять сиделку и все у меня есть там сиделка с этого нанимают как ее социальная какая-то она сказала ярина то что так и будешь да я ему стала говорить нам дверью хлопнула и ушел не ну как-то надо решать она как я ночами плачу домой хочу невозможно я говорю кто тебе будет поднимать она ведь надо меня поднимать здесь в воде на лежит в этом она говорит никто не ко мне даже никто не подошел никто не поднимет меня я говорю естественно тебя никто не подвинет не поднимет никто тебе не поднимет он говорит дверью хлопнула и ушел я стала говорить ему что толку он ей худунки принес ей же надо с кровати поднимать как она встанет и что пойдет сразу на худунки она лежит горт уже лежит не встает про какие-то уколы я не поняла на что-то уколы никто ко мне не подходит но выпускаю он скажет заплатить денег даст там же санитарки есть говорю пускай санитаркам денег даст пускай помогают как ты поднимешься принес ей салату оливье стирать сегодня не буду не хочу ребят нет уже она тем более мне настроение испортила ой надо посуду вымыть да так хочу сказать девочки хочу сказать каждые избушки свои погремушки воспитала она ну там все роль играет мне кажется жена его ирина ирина она такая все там ирина играет радуется кашу дали ей кашу бы и дома сварили бы правильно я ей сейчас обратно сказала а что толку говорить то и дому кашу бы осиделка бы сварила и дома подняла бы и вымыла ну что это ты в памперсах шутом от нее наверно воняет детки вообще не знаю столько родственников у нее и все ее брусь и 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 они и Продолжение следует... 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 вот и бывший у нее мужик Серега, видите, ну и что, что разошлись, ну так в жизни бывает, правильно, а вся страна так расходится, сходится, расходится, правильно, ну видишь, у тебя первая жена, у тебя, у нее двое детей от тебя, ну неужели нельзя помочь, ты работаешь, он работает сварщиком, зарабатывает хорошо, не знаю, наймите сиделку, ну не хватает, ну как она сказала у моего сына денег, ну бывший и он там, скиньтесь как-то, наймите, пускай человек дома, может ей осталось два понедельника жить, правильно, ребят, ну что издеваться, ей 58 лет, плачет человек, наймите, я в ужасе, такая баба красивая была, девка, волосы кучерявые, она обратно мне, я покраситься хочу сейчас, неужели парикмахер и не может, я, говорит, такая лохматая, седая, белая, говорит, она сказала, обратно сейчас мне, я говорю, ну а что он тебе не может, она, говорит, принес оливье, и я ему стала говорить, я домой ходил, он дверью хлопнул и ушел, неужели нельзя нанять парикмахера, постричь, постричь, вон наши тетки приходят на дом, и матери тоже на дом приходила, боже упаси, боже упаси, боже упаси, свят, 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 сейчас бы дома была бы, да, девки, ну ревелась, пока она мне говорила, девки была бы дома, дома как бы и кряхтела, и пердела бы, и вставала бы, как помаленьку бы, да, сиделка бы была бы, там приходила бы, ну хотя бы до вечера сиделка бы сидела, ночью как-нибудь, этот, как и в ведро бы как-нибудь, или утку поставить, там есть в туалет захочет, ну шо это такое, дом есть дом лучше, правильно, девки, а это шо это, лежать в одном положении, в этом, она хоть даже никто не подходит ко мне, укол сделали, не знаю от чего, укол ей делают, от бешенства, и от чего, матки, я говорю, ну и что, что ходом кино шоу, говорит, никто не подходит, ничего, чтобы поднять меня, может ей там, она толстая, поднимать-то кран надо вызывать, ну и что там, троём могут, там же санитарки есть, сиделки же там есть, да, да, девки, молодая, одна единственная дочка, мать бы, с могилы, с гроба поднялась бы и увидела бы, начало орать мне, ну вот этого, я сдохнуть хочу, наверное это, может там кто-нибудь подошёл к ней укол сделал, домой хочу, он говорит, в дверью хлопнул и ушёл, боже упаси девки, девки, сколько я там, ничего не буду делать, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, вот так девки, а, я ей говорю, Наташ, ну, тебя могут это, сиделки там, кто их, санитарки, сиделки, подняли бы тебе на эту коляску, посадили бы на улицу, что, вас не будут, на улице-то тепло, нет, на улице не будут, там же есть коляски, да правильно, посадили, и она всё равно же в памперсах есть, она срать захочет памперсы-то, но неужели на улицу нельзя там часик поставили, не сидеть около них, поставили, она хоть воздухом, она говорит, я забыла, что такое улица, даже это хоть не возят, как-то странно, что это за пенсионат, который берут, частный пенсионат берут деньги и на улицу не возят, нет, хоть я, вот уже год почти лежу здесь и не возят, ну, так бы, вывезли бы всех на коляске, и там какое-то определённое время бы на улице, сейчас дождей-то нету, конечно, у неё организм ослаб, ни воздуха, ничего, в комнате в одной вдвоём живут, оказывается, у неё не 65-летняя бабка в комнате, а 90-летняя, даже чуть побольше, она сказала, дочка к ней ходит, и она, это, говорит, бабка ходит, вот так она мне вот сказала, до этого я звонила, а до этого, говорю, лежачая, она говорит, ну, может, она забывается, Наташка сказала, вот, дочкой сказала, не буду забирать, она там, говорит, давно уже, ну, она, говорит, ходит, господи, Натаха, она такая, кашу банную дали вкусную, ой, какая бы ни была, вкусной, дома лучше, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, тут, а У меня слов нет. Он говорит, пришел в дверь, ухлопнул и ушел. Я стала, говорит, говорить ему. А я ей говорю, вызывай участковую полицию, милицию, а она ржет обратно. Что-то я еще ей сказала, она ржет. А, она говорит, ой, ну вот это вот, плачет, что домой хочу, ну дверью хлопнула. Вот так и говорю, будешь лежать, только заберет тебе в 41-м. Она обратно смеяться начала, как я и сказала в 41-м. И про этого участкового милиции она тоже ржет. Боится она его, господи. Она боится, она ничего не будет. Куда она поедет? Откуда мы знаем квартиры, где я была у нее, однокомнатная, как она знает адрес прямо. Откуда мы знаем? Я ей сколько раз задаю вопрос. Ты где прописано на Гологолево? А ты откуда знаешь, ты видела? Может, она в своей квартире прописана, а там он снял ей. Или, может, квартирантов там пускают. Телефон-то домашний там. У-у-у. Она сама ничего не знает. Дура она, конечно, дура. Ладно, ребятки. Что теперь? Как говорится, в каждой избушке своей погремушки. Ладно, пойду я завтра приготовлю себе. Не знаю, что. Что ты, говорит, мне не звонишь? А ты что мне не звонишь? Вот бы написать ему на работу, что он делал. Я знаю, где он работает. Что он с матерью своей так поступил. Пускай его попозорят там. Дачу, тёща, тёща заняла, да, чё. Тёща тоже глухонимая. Их-то, её-то не сдали. А дочка, что, дура, что ли? Мне слёзы на глазах девки. Мне жалко её. Девки, мне жалко её. Там, посмотрите, я видела давно, когда ездила, к ней сняла. Вы знаете, какая она красивая молодая была? А школьница была вообще. Волосы длинные, кочерявые. Вот так два банта. Ну, мы вместе учились в одной школе. Только она на два класса постарше меня была. Хоть бы и одноклассники бы так бы узнали, что с ней случилось, правильно? Ну, надо просто её снять. Мне надо сейчас найти в это видео фотографию, попросить, чтобы вырезали. Ну, чтобы одноклассники, восемь классов она закончила. Попозорили его бы. Жалко мне её, девки. Мне так её жалко. Лежать в комнате в одном положении, ни улицу, ни дышать. Окна открыты. И что окна? Ну, неужели нельзя её вытащить на улицу, на коляске на этой? Ой, Господи. Свят, свят, свят. Ладно, давайте, ребят, пойду я приготовлю что-нибудь. В семь часов приходите, зайки мои, на музыку. Сегодня 16-е. Это... Что я хочу сказать? Спасибо вам за подписку. Спасибо за комменты, ребят. Спасибо за лайки, за дизы. Я не обижаюсь за дизы они тоже. Спасибо, зайки мои. Дай Бог вам здоровья. Что вы Ольгу Валерьевну смотрите. Там какая-то Валентина написала. Валентина, ну, Боже упаси, такого Степана иметь. У нас таких Степан всё жилетовое. И выглядят хорошо Степаны. И одеты хорошо. И побритые, и французскими одеколоном пахнут. Если бы мне надо было, я давно бы Степана себе нашла такого. Но, Боже упаси. Я хочу тебе сказать, Валентина, она о бесходности. Всю жизнь жить. Ни мужика, никого, ни котят, ни детей. Она о бесходности взяла. А кто на её посмотрит. Извините, я в 56 лет или 72. Я уже перепутала. Выгляжу лучше, чем она в 52. Не дай Бог. Свят-свят. А он, естественно, побазарился на её имущество. У него что думаешь, глаза яйца, что ли? Конечно, квартира, дача. Хорошая женщина. Мы все хорошие. А это интернет. Мы клоуны здесь в интернете. А ты свою фотографию поставь на аккаунт и покажи. Приди ко мне домой, выскажи мне это. Боись. Видеочат сделай мне. Боись. Боись. Мы все, мы все, я хоть не прячу своё лицо. Мы все, у кого аккаунта нет фотографий, мы все пишем гадости. А вы сделайте видеочат мне так и другому. Придите ко мне домой, скажите, заступитесь за них. Ага, только я одна, только я одна говорю. А про меня не говорят, как будто. Вы там другие каналы посмотрите. Там, боже упаси, что про них. Какие комменты пишут. Да свят-свят. Таких, как он, у нас всё жилеты. Любая нация есть. И, извините, выглядят лучше, чем он. Как она говорит ему 44. Ага, 44. Это для тебя он будет 44. Ну да, какая-то Валентина, не знаю. Фамилия какой-то. Ну, естественно, это левый аккаунт. Что там? А все же боятся сделать аккаунты такие, чтобы их видно было по-настоящему. Мы все мастера. Я тоже могу теперь заходить к ней на эфиры и на видео. У меня два левых. И вы не узнаете, что это я пишу. Я такие гадости буду, могу написать. Ну, а мне зачем гадости? Я напрямую. Я со своего аккаунта пишу. Я не прячу лицо своё. Я со своего аккаунта говорю. А вы-то прячете, свои лица прячете. Конечно, вы боитесь что-то. А вы покажите свои лица. Не дай бог. Свят-свят. Я бы тоже нашла себе такого. Такого, как он. Но такого, как он, я не хочу находить. У нас получше, как он. И тоже могла бы и расписаться, и прописать его. А зачем мне это? Я пока с головой дружу. Как ты мне там написала? Я с головой дружу. Я ещё лучше бы нашла, чем он. У нас вон в деревне. Да, у нас деревня. Хоть у нас пятиэтажные коттеджи, но у нас называется деревня Жилетова, как раньше была. А как мне сказать? Посёлок, город. О, город! О, город! Я так и называю деревня. Да, я живу в деревне. У нас хоть здесь пятиэтажки, коттеджи. Ну, как была раньше деревня, здесь деревня была, так и она осталась. А как мне назвать? Завидую, говорит. Кому завидовать? Она мне пишет, завидую. Ага. Я сижу и завидую, смотрю. Боже упаси. Я, извини, молодая была фотомодель. Сейчас я полноватая, но я так не выгляжу свиноматкой. Нет. Боже упаси. Я тоже где-то что-то... Я тоже пожрать люблю, но что-то где-то за собой слежу. Свят-свят. Это не я там писала свиноматка. Ты почитай там люди, что пишут. Да. Там написано было такое про неё. Каждый канал... Есть каналы-обзорщики. Есть каналы... Это, Валентина, там есть каналы-обзорщики. Зайди, подпишись. Я на всех подписана, обзорщиков. И что? И меня обсуждают. И что, я должна обижаться? Пускай обсуждают. Это... Я ещё раз повторяю. Это интернет. Кому не нравится Десвидос? Или там каналы есть другие, которые молятся. У нас есть обзорщики, да? И что? Обзорщики тоже люди. Они все каналы обсуждают. Это у них профессия. У меня профессия, извините, клоун в интернете. Я и делаю. А я хочу сказать, Валентина, по себе людей не судят. Понятно? Если ты своё лицо прячешь. Лицо, и там, не знаю, может, тебя не Валентина, может, ты там мужик. Ну, ты покажи своё истинное лицо. И напиши всем. А вот вы все мастера писать и там оскорблять. Я всегда говорю, Бог судья. Ребят, спасибо. Спасибо всем, кто пишет мне хорошие комменты. Мне очень приятно. Я, конечно, сами знаете, я не любитель писать, но там я напишу спасибо, привет. Так я всем поцелуйчики, розочки. Но мне очень приятно, телепузики, три татушечки мои. то, что вы мне хорошие комменты пишете. У меня маски нету. Вот, нету маски. Я какая и есть. Я какая и есть, такой у меня канал. Я всё, вот, всё, что есть, я не вырезаю. Как сняла, так и выкидываю. А зачем я буду что-то скрывать? Мне аж тоже жилетовские смотрят. Скажут, во, загинает, сидит. три татушечки. Я, дорогая Валентина, в своё время всю жизнь торговлей проработала. И в Ваненков в приёмном отделении. И в Райпо работала при Союзе. Везде. Понятно? В магазинах. По себе ни людей не судят. А то, что, извини, наше мнение, это наше мнение. Я же не говорю, я же не хожу, меня же тоже там и переснимают, и там другие блоги, а я же не хожу и не жалуюсь, и не плачу, и не ною. Я, наоборот, рада, что они меня там копируют всё. Они меня, наоборот, продвигают мой канал. Я, наоборот, рада. Посмотри, в интернете там меня очень много. И я что, должна ходить тяпкать на них? Нет. Пускай. Я, наоборот, рада, что они меня продвигают. И обзорщики молодцы. Молодцы. Я люблю их смотреть. У каждого канала свой формат. Мне нравятся обзорщики. Пускай обсуждают. Пускай. Хоть и меня, и там других. Это у них работа, заработок их. Молодцы они. Пускай. Три татушечки. Три тата. Почитайте правила, правда, Ютьюба. Почему я не должна обсудить? Это не я написала свиноматка. Почитайте, там под видео пишут, но её обзывают свиноматка. Я что ли? Я даже их из них знать не знала. Это мне кинули канал. Я когда кинули, мне плохо чуть не стало. Кроволок пила. Я завидую ему. Кому завидовать? Я там есть, знаю там этих таджика одного. Я попрошу, чтобы он себя пока... Я его сниму. Извини. Ладно, девки, что я буду объяснять этой Валентине? Может, она не Валентина, а там Серёжа или Витя. Та-тань, три пятнадцать. Ладно, девки, пошла я всё. Девчонки, три татушечки, мои зайки, мои телепузики, мои сахарные заводы, и ребята, приходите в семь часов, я музыку включаю. Кто-то хочет для себя заказать, заказать песню сто рублей для себя. А если хотите, чтобы я вам потанцевала со своей прекрасной фигурой, своей фигурой, пожалуйста, пятьсот рублей. Я вам потанцеваю. Ладно, всё. Хватит. Буду кино смотреть и завтракать. Ой, пуговка расстёгивается. Девки, это я капусту ела всю жизнь. По рукой. Рукой. Девки ругаются кто-то. Рукаются бабы. Там пьяницы сидят, орут. Алкаши. Какая-то женщина вышла, орёт. Женщина какая-то орёт. Вон они пошли. Какие-то два алкаша пошли. Около подъезда сидели, орали, матерились. О, они пошли. О, ещё один. Вон. И женщина сейчас вышла. Или с окна она, что ли, кричала. Ругалась на них. Ну, они там пьяные сидят. Они с утра уже сидят и матерятся. С утра уже. Ладно, ребят, давайте. Всё, до семи вечера. Мне не жирно, ребят. А вам я не знаю. Хватит жить как попало. Будем как придётся. До свидания. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...